постановка голоса для речи и фраза вроде бы короткая но очень непонятно как правило говорят а разве постановка голоса это не что-то вокальное зачем вообще для речи голос ставить а если все-таки ставить то на что его ставить почему существует такое устойчивое словосочетание поставить голос интересно если интересно то я сегодня об этом поговорю и более того объясню все это и даже мы с вами протестируем кое-что что является для голоса основополагающей нитью смотрите постановка голоса конечно да в большей степени используется в вокальном мастерстве скажем так чаще используется но это не значит что для речевого голоса ставить его не надо говорят вот сейчас хорошая мне нравится другой альтернативный вариант этого слова постановка голоса до настройка голоса но это это предполагает определенный тип дыхания потому что дыхание это и есть это та самая вот ниточка на которую наша речь слова нашей речи предложения нанизывается как бусинки вот именно дыхание позволяет делать наш голос подвижным что означает подвижный или гибкий голос это означает что голос но буквально по щелчку пальцев вы можете изменять так как вам нравится вы можете снять вот эту вот звонкую но откуда из голоса и он тогда станет такой более камерный такой более разговорный диалоговой скажем так а можно эту нотку добавить в голос и голос будет более такой публичный правильно разницу слышите с другой стороны можно голос увести вверх если вы рассказываете например про свое путешествие какое-то и голос у вас вверх двигается верхний регистр а есть интонации более низкий если вы как говорится кого-то в чем-то хотите убедить то нужно перейти в нижний регистр но когда я даю такое задание многим своим студентам а у них не поставленные голоса вы попробуйте прям сейчас попробуйте вот так вот вверх взлететь а потом вот так вот вниз уйти что называется в самый подвал своего голоса насколько возможно нижними такими обертонами его окрасти чаще всего это у людей не получается почему а вот эта подвижность она появляется вместе с постановкой дыхания речевого дыхания речевое дыхание а почему так важно потому что голос это по сути что что как вы считаете правильно это озвученный выдох поэтому и дыхание настолько важно что значит фонационное дыхание и речевое дыхание чем они отличаются между собой фонационное дыхание это физиологическое дыхание где вдох и выдох примерно между собой одинаковые да так как мы дышим когда не разговариваем и не поем да двадцать один двадцать два двадцать один двадцать два да секунда на вдох секунда на выдох а когда мы разговариваем тут все должно быть наоборот нам надо быстренько вдохнуть и потом иметь длинный 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 выдох правильно для того чтобы на него нанизать как бусинки наши длительные фразы поэтому какой у вас тип дыхания это очень важно во-первых посмотрите на себя в зеркало и попробуйте вдохнуть так как будто бы вы принюхиваетесь коротко шп 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 где что двигается если двигается тут и вот тут там где находится диафрагма такая большая мышца разделяющая нашу дыхательную систему и пищеварительную Вот тут вот, между ребрами внизу, если эта диафрагма движется, да, ребра слегка раздвигаются, значит вы владеете вот этим самым речевым, правильным речевым дыханием, на которое мы и ставим голос. А если у вас приподнимаются плечи, или вот тут вот только грудная клетка вот так вот, да, а внизу ничего не движется, то значит у вас поверхностное дыхание, и вот это вот нижнее так называемое дыхание, диафрагмальное, реберное, его надо развивать. И для этого и существует огромное количество всяких упражнений, приходите на тренинг, приходите на занятия, и обязательно я вас и научу этим разным упражнениям. Но, это же еще не все, да, почему-то собственно поставить, да, когда мы вдохнули, надо как бы задержать вдох, да, Почему говорят, что для новичков особенно важно вот плечи расправить, да, чтобы вот образовался некий такой воздушный столб внутри, когда вдохнули и пошел наш воздух по нашим органам сюда вниз, в нижние отделы легких. Я говорю, что представьте себе, что внутри у вас расположена вот эта вот знаменитая ваза-мензурка, да, в которую ставят цветы на высоких стебельках. Хризантемы, герберы, гвоздики. Представили себе? Вот внутри вас она расположена. Она опирается, стоит на диафрагме. Иначе еще говорят, поставить на диафрагму. Ну, чтобы вы понимали, как это происходит, вот она стоит примерно тут, в вашем воображении. Да? И, соответственно, вы набираете воздух так, как будто бы в эту вазу наливаете воду. И, соответственно, мы понимаем, что если мы хорошую осанку при этом сохраняем, развернутые плечи, то эта ваза у нас остается нерушимая. Она способствует нашему вдоху, выдоху и, соответственно, голосу. А если нам стоит сутулиться, согнуться, считайте все, ваша ваза треснула, и, соответственно, она уже не держит ни голос, ни дыхание. Вот так же голос еще называют опорный. Слышали, может быть? Опорный, да? Тот, который на опоре, на диафрагме, он уже опорный. А тот, который, соответственно, не опирается на вот этот наш вдох-выдох, на наше дыхание, да, на этот столб дыхательный, соответственно, голос безопорный. И безопорный голос, к сожалению, его очень трудно усилить для того, чтобы не напрягать голосовые связки. Его можно усилить легко за счет естественных резонаторов и за счет вот этого вот типа вдоха, постановки, так сказать, голоса. А в противном случае вы просто, как говорится, усиливая звук, вы его накричите себе. Большие неприятности, узелки, хрипоту, осиплость на свои бедные связочки. Особенно важно иметь вот этот вот опорный голос людям, которые много разговаривают по роду деятельности. Если вам приходится час, два, три и большее количество времени разговаривать в день. Ну, я вот, например, когда в день у меня два, три есть занятия, как репетитора, да, репетиторских занятий, индивидуальных занятий, то, соответственно, я как минимум два с половиной часа разговариваю. Я уже не говорю про все остальные разговоры. Если у меня еще есть вот возможность, необходимость записать видео или провести эфир, я еще разговариваю. Правильно? Соответственно, есть люди, которые еще и побольше разговаривают. Которые, например, сидят вот консультантами на всяких онлайн-линиях. Они практически с маленькими перерывами, но все время говорят, говорят, говорят. И, соответственно, вот если у них голоса безопорные, то все это очень чревато различными неприятностями. Если вам понятно, что такое опорный голос, на что его ставить и нужен ли он для речи, поставьте мне, пожалуйста, плюсики в комментариях, да, или где-нибудь сейчас в прямом эфире. Или хотя бы какие-нибудь лайки поставьте. Я надеюсь, что я объяснила все это достаточно доступным языком. Ну и, естественно, что я приглашаю всех, кто хочет овладеть этим опорным звукоизвлечением, опорным голосом, поставить голос, да, на, соответственно, на свои занятия. Вот в ближайшем будущем мы запланировали очень интересный онлайн-квест, как раз именно для того, чтобы сделать первые шаги к вот этому самому опорному голосу. Абсолютно бесплатный, очень интересный, веселый, в игровой форме. И, соответственно, следите за нашими публикациями и видео в соцсетях. Очень скоро у вас будет ссылочка на страницу, где можно будет записаться на этот квест. Ну, а на сегодня позвольте откланяться. Тестируйте свое дыхание, пишите, опять же, какое оно у вас. Поделитесь своими проблемами, если таковые существуют. И я обязательно запишу видео или проведу эфир для того, чтобы помочь вам с вашими проблемами. С вами была Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству, преподаватель по технике речи, актриса по образованию. И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok